Продолжение следует... Итак, 8 марта в Саудовской Аравии пройдет большой боксерский вечер, который возглавит 10-ти раундовый бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нгану. В котировках букмекеров фаворит идет Энтони Джошуа, на его победу дает коэффициент 1.23, а на победу Нгану дают коэффициент 4.52. Ну что ж, пройдемся по боксерам. Энтони Джошуа занимает вторую строчку в рейтинге боксрек, также первую строчку по WBC и WBO, вторая строчка по WBA и третья строчка IBF. 34-летний британец, бывший двукратный объединенный чемпион, победитель Олимпийских игр 2012 года, дебютировал в профи в 2013 году, провел 30 боев, 27 побед, из которых 24 нокаутом и 3 поражения, одно нокаутом. Джошуа проиграл Руису нокаутом и два раза Александру Усику по очкам. Ну что, все свои пояса он уступил Александру Усику, не смог их вернуть в реванше, как это было с Руисом, но Джошуа намерен вернуться и после вот этих неудач с Александром Усиком одержал уже три победы к ряду. Две из них досрочные. Он победил Джермана Франклина по очкам и Роберта Хелениса и Ото Валина досрочно. Кроме них он одержал победу над такими боксерами, как Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Владимир Кличко, Диллиан Вайт, Карл Астакам, Кубрат Пулев, Энди Руис, Доминик Бризил, Эрик Малина и Чарльз Мартин. Солидный у него список. В последнее время Энтони уже не форсирует свои бои. Он старается аккуратно боксировать, сокращает правильно дистанцию, не заряжается так часто на удар, как это он делал до поражения Руису. Рост 198 сантиметров, размах рук 208. Фрэнсис Нгану занимает 32 строчку в рейтинге боксрек. Десятую строчку в рейтинге WBC. Это 37-летний новоиспеченный боксер из Камеруна, экс-чемпион UFC. Единственный боксерский поединок Фрэнсенс Нгану провел в октябре 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нгану был близок к победе, он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл раздельным решением судей. Хотя, как по мне, так и Нгану выиграл тот бой. И Нгану просто засудили, не захотели ему отдавать победу. Рост 193 сантиметра, при размахе рук 211 сантиметров. Разберем бой. Энтони Джошуа решительно, конечно же, намерен вернуть титулы, поэтому, конечно, будет избегать той клоунады, которую устроил Фьюри. И будет готовиться к бою со всей серьезностью. На стороне британца очень много всего. Великолепная боксерская школа, огромный опыт, тяжелый удар, естественно, мотивация. А Фрэнсис Нгану может, наверное, предложить лишь свой сокрушительный удар. Конечно же, Нгану, в принципе, способен удивить. Он это уже один раз сделал. Но Энтони должен в этом случае дать ему такой шанс. Как дал ему шанс Фьюри. Неподготовленный и ленивый Фьюри дал понять Нгану, что тот может на равных боксировать стопами тяжелого веса. Но это мнение обманчиво, естественно. Потому что Джошуа умный боксер, не станет заигрываться с камерунцем, как это делал Фьюри. Который, естественно, был плохо готов к бою и отнесся к сопернику, скажем так, ну, свысока. Как будет проходить бой? Как я говорил, Энтони Джошуа давно не форсирует свои бои. Как он это делал, не влаживаются в удары. Вместо этого он предпочитает аккуратненько боксировать, сокращать дистанцию для удара тоже аккуратно. В основном предпочитает держать соперника на джебе. Очень аккуратно он боксирует, ведет максимально, скажем так, бережно себя, не подставляется под удар. До экватора боя британец постарается действовать вторым номером. Наверняка будет много бить джеб, постарается выиграть как можно больше раундов. То есть забрать, набивать именно очки, забрать больше раундов по очкам. Джошуа будет контролировать дистанцию, естественно, джебом, вынуждая Нгану вот бросаться в неподготовленные атаки. В начале боя Фрэнсису придется столкнуться с вот этими джебами. Он должен, естественно, начать смещаться с дистанции. Пытаться перебить вот этот прямой Джошуа своими боковыми ударами. Потому что джеб у Нгану не такой уж отличный. То есть померяться с перестрелкой джебов, ну, вряд ли ему это удастся. Ему нужно именно научиться не натыкаться на этот джеб и нужно больше сдваивать хук, работая комбинациями. Только такая вот контратака способна перевернуть ход боя, немножко притормозить британца, немножко дать понять ему, что он тут не хозяин. Ему нужно будет сокращать дистанцию и именно попробовать достать Джошуа боковыми ударами. Это то, что у него отлично получается. Это то, как он смог уложить того же Фьюри на канвас. Главное, что мы увидели в бою Камерунца с Фьюри, это весьма, в принципе, успешные попытки обороняться с помощью вот таких коротких уклонов. Видно, конечно, рука Майка Тайсона. Конечно же, Фрэнк, Фрэнсис, Фрэнсис Нгану высокий боксер и ему не так легко делают вот эти уклоны. Именно этот аспект, конечно же, Фрэнсис должен усовершенствовать в первую очередь. То есть, ему нужно уклоняться больше, именно больше уклоняться и сокращать дистанцию. Если Нгану попадет хотя бы пару раз и сможет пошатнуть Энтони, то ему необходимо будет добить, не отпускать, а именно добить как можно быстрее, не дать ему ни секунды на восстановление, потому что если Джошуа восстановится, ну, это будет плохо. Как только один из ударов Нгану пошатнет Джошуа, Фрэнсис должен идти вперед и постараться победить именно нокаутом. Случится ли это? Ну, не знаю. Камерунец нокаутировать Джошуа сможет только если Энтони расслабится или допустит ошибку. Например, недооценит его или будет опускать руки, будет пытаться нокаутировать его сам. То есть, это то, что вышло, например, в бою с Руисом, когда тот его отправил в нокдаун и пошел, забыв о защите, именно добивать его. Если же Джошуа будет в фокусе, то Фрэнсис потратит кучу времени и сил на поиск именно вот этой нужной дистанции, темпа. И в итоге так и не сможет нанести Джошуа существенного урона. Кроме того, Нгану часто будет не успевать реагировать на вот эти двойки британцев, на его джебы. Он будет это все пропускать. Пускай это будут не самые заряженные удары, не самые сильные, но это вполне будут акцентированные удары. У Джошуа очень серьезный удар. Ну, то есть, недооценивать удары в Джошуа это глупо. Тем более, стоит помнить, что это вот эти удары, даже не самые сильные, они лишат драгоценных очков Нгану, которые просто не дадут ему победить именно по очкам. Мой прогноз. В бою против Джошуа шансов на победу Нгану, ну, не так много. Рассчитывать он может лишь на то, что сможет нокаутировать его. На самом деле, Джошуа, естественно, обладает нокаутирующей силой, которой Фьюри не обладал. Поэтому здесь нокаутом, ну, может победить каждый. Не стоит недооценивать Джошуа, у него очень сильный удар. Но я не думаю, что Энтони допустит недооценку соперника, как это сделал Фьюри. Если Энтони будет хладнокровен, расчетлив, собран, как в том же бою, например, с Валеным, то он без проблем заберет бой решением или же даже сможет финишировать Фрэнсиса ближе там к концу боя. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также я публикую ссылки на трансляции боев. На это тоже буду публиковать. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. И пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит в данном бою. Удачных ставок. Пока.